Началом институционализации современной системы государственной службы независимого Казахстана стал указ президента Республики Казахстан, имеющий силу закона от 26 декабря 1995 года за номером 2730 о государственной службе, позволившей сохранить кадровое ядро системы государственного управления и заложившей основы для развития государственной службы как важного института государства. Следующей вехой в развитии государственной службы стала стратегия «Казахстан-2030», определившая в 1997 году в качестве долгосрочного приоритета государственного развития формирования профессионального правительства. За последние годы не раз были внесены соответствующие изменения и дополнения в законодательство Республики Казахстан в сфере государственной службы, нацеленные на повышение профессионализма и стабильности кадров, их заинтересованности в карьерном росте для служения на благо народа и государства. Для реализации этих целей созданы и действуют Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции непосредственно подчиненной и подотчетной главе государства. В 2015 году для принципиально нового развития государства, экономики и общества глава государства озвучил пять институциональных реформ. В этом же году была создана необходимая институциональная основа, приняты 59 законов, в том числе закон о государственной службе Республики Казахстан, а также его подзаконные акты. С 1 января 2016 года начался практический этап выполнения плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ». В частности, в рамках реализации первой реформы формирования профессионального госаппарата ранее действующие дисциплинарные советы преобразованы в советы по этике, деятельность которых направлена на профилактику правонарушений, выявление причин и условий их совершения. Советы по этике являются коллегиальными органами Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и в настоящее время существуют в каждой области, городах республиканского значения и столице. В состав Совета по этике в Восточно-Казахстанской области входит 9 членов, из них пятеро являются представителями общественных организаций. За истекший период 2018 года уровень доверия населения к работе Совета по этике в Восточно-Казахстанской области составил более 90%. Эта высокая оценка со стороны общества свидетельствует об эффективности работы и справедливости принимаемых членами Совета по этике в Восточно-Казахстанской области решений. Необходимо отметить, что переход от репрессивных методов работы к профилактическим дал свои положительные результаты. Так, если в 2015 году дисциплинарным советом было рассмотрено 40 дисциплинарных дел, то в 2016 году после создания Совета по этике количество рассматриваемых дисциплинарных дел сократилось до 29, а в 2017 году до 20. В сравнении с 2015 годом наблюдается снижение дисциплинарных дел на 50%. При этом увеличилось количество рассматриваемых вопросов, направленных на предупреждение коррупции, профилактику нарушений норм служебной этики, а также вопросов, связанных с повышением качества оказания государственных услуг. В частности, если в 2015 году было рассмотрено 20 вопросов, связанных с профилактикой и предупреждением правонарушений, а также повышением качества государственных услуг, то в 2016 году Советом по этике было рассмотрено 30 вопросов, а в 2017 году — 40 вопросов. В сравнении с 2015 годом наблюдается увеличение количества вопросов профилактического характера на 50%, по которым разработаны и внесены на исполнение более 200 рекомендаций. Кроме того, практика работы Советов по этике в Восточно-Казахстанской области показывает, что их деятельность является действенным механизмом по защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также государственных служащих, что в свою очередь является одним из важных стратегических направлений работы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, в том числе его подведомственного департамента в Восточно-Казахстанской области. На сегодняшний день деятельность Совета по этике в Восточно-Казахстанской области нацелена как на превенцию правонарушений, так и на повышение этического тонуса среди государственных служащих области, в том числе в социальных медиа, на реализацию их прав и социальных гарантий, а также повышение качества оказания государственных услуг. В завершение напоминаем, что одним из самых доступных способов защиты ваших прав и законных интересов, нарушенных действиями или бездействием государственных служащих, является обращение за помощью в Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области и его рабочий орган – Секретариат Совета по этике. Департамент Агентства Республики Казахстан